Во многих семьях существует традиция передавать из поколения в поколение какую-либо реликвию. И чаще всего это ценные ювелирные украшения. Нужно ли следовать этой традиции? И что могут дать новым владельцам старые предметы? Сегодня я расскажу вам об этом. Разумеется, за чашечкой кофе с Рейвис. Традиция передавать помолвочные или обручальные кольца от родителей детям началась очень-очень давно. С бедных семей, в которых не было денег на покупку даже самого дешевого колечка. И позже эта традиция обрела уже иной смысл. Кольца стали передавать по наследству, как знак целого рода. Но мало кто задумывался, что они несут вместе с собой. И как влияют на судьбу нового хозяина. Итак, 35-летний Андрей несколько раз отменял и переносил свой визит ко мне. И вот, когда он только вошел в кабинет, я почувствовала, что мужчина полон тревоги. И очень сильно стесняется рассказать мне о своей проблеме. Тогда я прямо сходу предложила ему абсолютно ничего мне не говорить. А дать моим картам Таро мне информацию. Расклад выпал довольно странный. Такой больше бы подошел для девушки, которая мечтает выйти замуж. Мужчины же крайне редко озадачиваются проблемами брака. Но в раскладе я видела, что Андрей уже давно мечтает создать свою семью. Удивленный Андрей мог только кивнуть в знак согласия. Не торопитесь расстраиваться, если вас случайно облили алкоголем. Древняя примета гласит, что на вашем пальце в скором времени может появиться обручальное колечко. Немного расслабившись, но все еще стесняясь, Андрей попросил меня снять с него венец безбрачия. Оказалось, что мужчина уже трижды подавал заявление в ЗАГС. Но все невесты бросали его буквально за несколько дней до свадьбы. Венец безбрачия – это результат порчи, друзья мои, сглаза или магического ритуала, в результате которого возникают длительные и серьезные проблемы в отношении с противоположным полом. Но настоящий венец безбрачия встречается крайне редко и является родовым проклятием или расплатой за грехи предков. В остальных же случаях это просто сваливание личных проблем на мистику. Шарлатаны, к моему большому сожалению, очень часто пользуются тем, что люди не склонны искать причину неудач в себе и предлагают снять венец безбрачия за очень немаленькие деньги. Поэтому никогда не ставьте такие диагнозы сами себе, доверьтесь проверенным специалистам. Реальные родовые проклятия снять под силу только очень сильному профессионалу. А еще лучше – обратите сначала внимание на собственное поведение и на модель родительской семьи, проанализируйте ошибки, поговорите с психологом. И в конце концов, только после этого надо идти к специалистам. Никогда не пытайтесь проводить ритуалы по снятию венца безбрачия самостоятельно. Мой вам совет. Род – это единый организм, имеющий очень прочные связи. Он будто бы локомотив с вагонами. И как бы далеко друг от друга не были бы разнесены вагоны, они все равно связаны и представляют из себя единый поезд. И этот поезд мучится по рельсам своей судьбы, нагруженной событиями, знаниями и переживаниями. И если один вагончик по какой-то причине сойдет с рельс, за ним под откос полетят и другие. И даже когда этот поезд вернется на рельсы и снова поедет, на каждом из вагонов останутся следы падения. И новым вагонам и паровозам будет все сложнее и сложнее тащить за собой груженный и покалеченный старый состав. Так и каждый из нас несет груз прошлого своего рода. Будьте ответственны перед следующими поколениями. Не совершайте ошибок. Облегчите их путь. Уважайте свой род. Учитесь слышать предупреждения от предков. И берегите свою семью. Андрей был уверен, что на нем лежит венец безбрачия. Но я сразу же увидела, что никакого проклятия на мужчине нет. Мало того, мои карты показали, что он собирается вступить в брак. И Андрей был просто впечатлен. Ведь он только-только подумывал сделать предложение своей девушке. Но очень боялся, что история повторится. И Вероника, эта новая избранница его, тоже бросит его прямо перед свадьбой. Андрей рассказал мне про каждую свою влюбленность. И заверил, что всегда был очень-очень внимателен и щедр к своим невестам. Он симпатичный внешне, спортивный, безразличный к алкоголю, хорошо зарабатывает, имеет собственную квартиру. В общем, Андрей, ну, честно говоря, прям мечта практически любой девушки. Поэтому особенно странным казалось то, что аж три его избранницы так и не решились узаконить с ним отношения. Андрей настаивал на венце безбрачия. И практически умолял меня посмотреть его рот еще раз. Что ж, я сделала эту работу и увидела его умершего предка. Очень колоритного, кудрявого мужчины с достаточно длинной бородой. Он показал мне старинное, дорогое кольцо и сообщил, что все дело в нем. Я рассказала об этом Андрею и подробно описала и его родственника, и то самое кольцо. Андрей был обескуражен. У него в роду не было ни одного похожего предка. Его бабушка очень трепетно относилась к семейной истории и хранила фотографии и рассказы обо всех членах семьи. Это было несложно, так как в семьях по отцовской и материнской линии всегда рождался только один ребенок. И среди них не было ни одного мужчины с кудрями и бородой. Но я абсолютно была уверена, что видела кровного родственника Андрея. Андрей не узнал своего родственника, зато кольцо признал сразу. Это было их фамильное кольцо, которое мужчины в семье преподносили будущим женам. Услышав, что его проблемы с женитьбой возникли из-за этого кольца, Андрей прям сник. Было понятно, что он настроил себя на снятие венца безбрачия и никак не мог понять, при чем здесь семейная реликвия. Я попросила мужчину в следующий раз принести мне это кольцо с собой. На что он ответил, что не планирует больше визитов ко мне. Ну что ж, я не стала спорить, поскольку знала, что через какое-то время снова увижу Андрея и его фамильное кольцо. Найти золотое кольцо считается хорошим знаком. Для незамужней девушки находка обещает скорый брак, а для состоящей в браке прибавление в семействе. Но никогда не поднимайте кольцо, найденное на перекрестке дорог. В пустынном месте или у порога дома. Оно может оказаться предметом обряда черной магии и принести большие несчастья. Андрей пришел ко мне где-то через месяц. За это время в его жизни произошли изменения. Во-первых, он не послушал меня и, конечно же, съездил в деревню к какой-то колдуне, которая якобы сняла с него венец безбрачия. Ну что ж, его выбор. Во-вторых, уверенность в том, что теперь с ним все хорошо, позволила Андрею сделать предложение Веронике и подарить то самое фамильное кольцо. Но спустя всего несколько дней милую и нежную невесту словно подменили. Она стала нервной, у нее появились навязчивые мысли, что Андрей ее не любит и скоро бросит. Веронику стали мучить какие-то кошмары по ночам. Ей всюду слышались шорохи, мерещились какие-то тени. Мне не нужно было знать всех подробностей об изменении поведения девушки. Я знала, что она уже съехала от Андрея. И вопрос об их бракосочетании подвис в воздухе. Девушка вернула кольцо. Андрей очень хотел спасти их отношения. И на этот раз был готов сделать все, что я ему порекомендую. Он протянул мне свое фамильное кольцо, о котором у нас в прошлый раз шла речь. То кольцо, которое, по мнению неопознанного родственника Андрея, явилось причиной всех его неудач в личной жизни. Кольца из-за своей замкнутой формы способны очень хорошо выбирать и накапливать энергетику. Они одни из самых сильных проводников информации об их владельце. Поэтому кольца уже многие века используются в магических ритуалах. Фамильные драгоценности хранят всю и негативную, и позитивную энергетику целого рода. И важно знать историю своих предков, прежде чем принимать такое украшение в дар. Ведь оно может принести как счастье, так и беду. Когда я взяла в руки кольцо Андрея, то в этот момент я сразу ощутила достаточно тяжелую энергию. Браки в нескольких поколениях не были счастливыми. И сохранялись они супругами лишь для видимости. Разводы в этом роду считались позором. Но главное, что я абсолютно четко почувствовала, что Андрей не имел никакого отношения к этому роду. Этим помолвочным кольцом владели не его предки. Сообщить подобную информацию не всегда просто, понимая, какую душевную травму она может нанести. Но я всегда говорю своим клиентам только то, что вижу. Какой бы тяжелой правда ни была. Ничто, кроме правды, не способно исправить ситуацию и сделать жизнь легче и счастливее. Я правда так считаю. Андрей, узнав новости о кольце, предположил, что, возможно, его родители нашли это кольцо и зачем-то выдали за фамилию. Но тут же сам вспомнил, что видел это кольцо на старых фотографиях его бабушки. Как бы то ни было, это кольцо было в семье. А Андрей не был кровно связан с ним. В этом я была абсолютно уверена. Я предложила Андрею поговорить с родителями на эту тему. Конечно, как я и ожидала, несмотря на обещание слушать меня, Андрей отказался. Тогда я ему объяснила, что тот кудрявый и бородатый дух – его кровный предок. Как я и почувствовала это в первый раз. Так вот, этот предок защищает Андрея от роковой ошибки. Принять кольцо и вместе с ним и все беды и несчастья чужого рода. Что поэтому все невесты Андрея после помолвки начинают странно себя вести, плохо себя чувствовать рядом с женихом. И в итоге просто-напросто отменяют свадьбу. Это его предок уберегает потомка от будущих проблем, которые для впечатлительного Андрея могли бы стоить в жизни. Конечно, были еще варианты – очистить кольцо и вовсе забыть о нем, и не дарить невесте. Но я считаю, что это лишь временные меры. Ложь, которая прочно осела в этой семье, никому не позволит быть счастливым. На то, чтобы хранить тайну, требуется очень много энергии. Лишаясь ее, человек просто-напросто заболевает. И все равно, рано или поздно, ложь обязательно вылезет наружу и причинит сильную боль. Андрею предстояло сделать сложный выбор – узнать правду или избегать ее, мучаясь в своих догадках. Семья, где нет места для тайны лжи, идет по жизни легко и свободно. Правда, всегда открыта и видимо. Неизвестность, какая бы темная и плотная она ни была, не пугает. За ней не скрыто ничего опасного. Ничто не может навредить членам этой семьи. Они могут свободно двигаться в абсолютно любом направлении. Лошадь тайная, подобная осколкам и острым гвоздям. Даже если они незаметны взгляду, они есть и они готовы ранить. Семья, где живет неправда и тайная, вынуждена двигаться медленно-медленно и очень осторожно. Но рано или поздно оно все равно наткнется на острие. И это очень больно ранит. Не лучше ли пока не поздно удалить все спрятанные осколки с вашего жизненного пути и двигаться по нему безопасно и уверенно? Не надо бояться говорить правду. Только она очистит вашу энергию и позволит быть свободным и счастливым. Нравится моя история? Не забудь тогда на меня подписаться и поставить мне лайк. История Андрея практически перевернула с ног на голову все в его жизни. Мужчина пришел ко мне с просьбой снять с него венец безбрачия, а узнал, что он неродной ребенок в семье. Он хотел, чтобы у него все сложилось хорошо. Это нормальное желание нормального человека, но при этом очень боялся узнать правду. Но так не бывает. В третий раз мы с Андреем встретились через какое-то время, достаточно непродолжительное. Мужчина поговорил с родителями и выяснил тайну своего появления в семье. Андрей уже выглядел иначе. Он был немного спокойнее, он был уже увереннее. Он вел себя, как человек, который получил опору, поддержку своих кровных предков. Он рассказал мне, что поначалу решил спрятать кольцо, но Вероника спросила о нем. Андрей принялся врать, что потерял кольцо, что усилило подозрения девушки и привело еще к одной ссоре. Тогда Андрей понял, что лучше не наворачивать новую ложь и рассказал невесте о наших с ним встречах. Вероника поддержала любимого, и вместе с ним они поговорили с родителями Андрея. Они рассказали, что забрали мальчика из дома малютки, где он оказался после смерти кровных родителей. Родители погибли в ДТП. Оказалось, что приемные родители Андрея давно хотели об этом сообщить сыну, но так и не нашли подходящего времени, подходящего повода. Не могли решиться на этот сложный разговор. Андрей попросил рассказать о его предках. Это знание придавало ему силу и уверенность в будущем, и в понимании, и идентификации самого себя. Андрей и Вероника поженились и живут вполне себе счастливо. И это прекрасные для меня новости. Каждый человек имеет право знать свои корни и историю своего рода. Взрослые часто боятся сказать детям правду об их рождении или об их родителе, именно по причине того, что ребенок захочет найти родных. Не лишайте их этой возможности. Не оставляйте их без поддержки и защиты духов рода. Каждый должен знать, кто он и откуда. Это часть его личности. Ложь не может быть во благо, потому что во лжи этого блага попросту нет. Будьте честными с другими. Будьте честными с самими собой. И ваша жизнь абсолютно точно изменится к лучшему. В этой истории я хотела вам наглядно рассказать на примере нашего Андрея о том, что даже после смерти духи рода, родные, родители будут оберегать, будут подсказывать, будут помогать. Будут отводить от каких-то роковых ошибок. Даже если это может вам не нравиться. Даже если это не нравилось нашему Андрею. Но так или иначе, они всегда с нами. И вы всегда можете на них опереться. Под этим видео я жду твоих комментариев. Расскажи мне, что откликнулось тебе в этой истории. Расскажи, как ты понял историю Андрея. Расскажи, а были ли в твоей жизни случаи столкновения с твоим духом рода. Я не в силах помочь каждому живущему на земле. Но я могу напомнить людям о том, что сил у человека всегда достаточно для разрешения любых, даже самых страшных проблем. Нужно знать, ваша сила в вашей крови. Крови, которую вы получили от своих предков. Меня зовут Виктория Райдес. Я жрица культа предков. И я собрала для вас самые интересные истории из моей практики. Для того, чтобы вы могли чему-то научиться.